Прошлое, настоящее, будущее. В Крымском федеральном университете прошел первый флагманский проект на образовательный интенсив для студентов разных структурных подразделений. Торжественное открытие состоялось на базе научного спелеопалеонтологического комплекса «Пещера Таврида». Организатором проекта выступает Координационный центр Крымского федерального университета. Основная задача этого проекта – раскрыть студенческий потенциал структурных подразделений в направлениях деятельности, как в культурно-творческой, в науке, в спорте, для того, чтобы студент генерил молодежную политику для студента. Основная концепция – это студент для студента. В первый день интенсивы для участников провели мастер-класс от руководителя психологической службы Владислава Езина, а также экскурсию по пещере. В каждой пещере есть обвальный зал. Вот он, наш обвальный зал. То есть вся эта масса известняка, в прямом смысле слова, свалилась под полчан. Пещера Таврида была обнаружена в 2018 году при строительстве одноименной федеральной трассы. В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Крымский федеральный университет открыл на ее базе научный спелеопалеонтологический комплекс. Последующие дни интенсива прошли в научной библиотеке. Для студентов была подготовлена насыщенная программа, мастер-классы, увлекательный квест, а также лекции от специалистов вуза, где ребята узнали о навыках будущего, студенческом самоуправлении, проектной и грантовой деятельности. Лекция была посвящена проектам, проектам обычным, социальным и технологическому предпринимательству. Я постаралась поделить лекцию на две части. В первой части мы с ребятами просто синхронизировались, поговорили, что такое проект, как ставить цели, как правильно определять те метрики, которые должны быть заложены внутри. А во второй части уже было более веселее, когда они предлагали, какие же стартапы могут предложить они, с какими технологиями и что должно быть представлено после результата. Интенсив проводится в связи со 160-летием Владимира Вернадского и 150-летием со дня основания первого университета в Крыму. Большое внимание уделяется развитию молодежи и совершенствованию их навыков. Сегодня в зале были студенты, которые каждый из них видит себя управленцем. Управленцам самое главное удерживать целое. Чем больше размер целого, тем сильнее управленец. Я предполагаю, что возможность им сегодня увидеть за 40 минут пространство и время, измеряемое веками, даст им другое понимание происходящих процессов. Интенсив также направлен на спортивную деятельность обучающихся. Так, перед началом финального дня для участников провели зарядку у главного корпуса вуза. На протяжении трех дней студенческие команды разрабатывали собственные идеи проектов, направленных на всестороннее развитие молодежи. Одна из главных потребностей студентов – отдых после сессии и перед началом учебного года. Так считает команда Института экономики и управления. По тому решением проблемы они предлагают единый студенческий лагерь. Во время проходения интенсива выявляются как слабые, так и сильные стороны участников команды, которых в дальнейшем можем прорабатывать и подвигать наш проект далее. Я думаю, что Крымский федеральный университет нам в этом всем поможет, и проект в ближайшее время будет, конечно же, релизован. В заключительный день интенсива команды представили свои идеи проектов по разным направлениям – от лагерей до спортивных клубов – и защитили их перед экспертной комиссией. Ребята позитивные, они горят в своей идее, они сделали проект, я была удивлена, у них такие невероятные идеи. Чтобы я им посоветовала, я бы им посоветовала терпение, потому что проект реализовывать – это очень сложно, на это нужно очень много сил, энергии, сплоченная команда. Я думаю, у них все получится, мы с ними поговорили. Порядка 70 студентов успешно освоили программу. Каждая команда была награждена почетной грамотой и кубком. Финальная точка трехдневного интенсива стал праздничный торт. Организаторы отмечают, интенсив планируют превратить в ежегодную традицию, проводимую в разных форматах и направлениях. Каролина Лазарева, Никита Шосток, Михаил Погомий, Сергей Мельник. Пресс-служба Крымского федерального университета.